Девушки отдыхают Лет назад при участии зодчего Кваренги располагается институт скорой помощи. В московском обиходе его называют больницей Склифосовского или просто Склиф. На здании мемориальная доска, которая иногда вызывает недоумение горожан. Институт Склифосовского, а памятная доска какому-то юдину. Нет, уважаемые москвичи, не какому-то, а знаменитому русскому врачу, почетному члену Королевского колледжа хирургов Англии, Ассоциации хирургов США, Парижского, Пражского и Каталонского общества хирургов и почетного доктора Сорбонны. Ни один из хирургов нашей страны не имел такого признания в мире, как Сергей Сергеевич Юдин. Где-то в начале 2000-х годов я делал доклад в Италии на съезде хирургов, европейских хирургов. А председательствовали два американца. Подошли потом ко мне и стали говорить, что вы откуда вы. И когда я сказал, что я из института Склифосовского, эти ребята, очень известные хирурги в мире, они вдруг сказали, о, институт Склифосовского, это мекка хирургия, у вас Юдин работал. Друзья называли его Моцартом хирургии. А недруги шепотом добавляли, что, мол, на всякого Моцарта обязательно найдется свой Сальери. Увы, такой Сальери действительно появился. Точно как в трагедии Пушкина. Коллега и лучший друг, который называл себя верным учеником. Правда, произошло это не как у музыканта-виртуоза в 35 лет. Виртуоз-хирург Юдин успел прожить до 62-х и успел за это время сделать очень-очень многое. Ходил по кладбищу я снова, бродил, скорбя среди могил. Одним сказал, зачем ты умер. Других спросил, зачем ты жил. Этот экспромт возник у Сергея Сергеевича Юдина во время посещения Новодевичьего кладбища. Он нередко навещал это место упокоения великих людей, никогда не помышляя о том, что его место будет где-то рядом. Хирурги, часто видевшие смерть, относятся к ней не так, как обычные люди. Врач твердо знает, что конец жизни неминуем, но всей своей жизнью старается оттянуть его как можно дальше. Не финал своей жизни, а пациента. О своей смерти врач обычно говорит с иронией, примерно так, как Юдин в своей полушутливой эпитафии. Так зачем жил на свете доктор Юдин? И что он сделал? Ни одна человеческая деятельность не соединяет в себе столько различных качеств, как хирургия. Тут нужны четкость и быстрота пальцев скрипача и способность художника различать малейшие нюансы цвета и оттенков. Присущая скульптору чувство формы и тщательность кружевницы вышивальщиц. И главное, умение швии сшить и завязывать узлы вслепую. Сергей Юдин. Достижения Сергея Сергеевича Юдина в желудочной хирургии столь велики, что их трудно переоценить. Благодаря его новому методу резекции желудка появилась реальная возможность излечения. Метод Юдина появился не сразу, а вследствие 17 тысяч собственных клинических наблюдений, сделанных на основе многолетней практики. Немногие знают, что главным толчком к выработке метода стала трагедия, которую ему довелось увидеть в молодости. Знаменитый режиссер Евгений Вахтангов страдал желудочной язвой и безуспешно лечился несколько лет. Наконец он решился лечь на операционный стол. Первую и вторую операции проводили известные тогда опытные хирурги. А молодой Юдин присутствовал на них даже не в качестве ассистента, а всего лишь зрителя. Обе операции не помогли, и вскоре Вахтангов умер. Двойная неудача маститых коллег послужила уроком Сергею Юдину, и он сделал для себя серьезные выводы. Оперативное вмешательство надо проводить иначе. Сергей Сергеевич вспоминал эти операции, и всю оставшуюся жизнь винил себя за то, что, соблюдая законы врачебной этики, он тогда не вмешался. На институт Склифосовского поступали больные с изложнениями язвенного процесса. И прободение язвы – это был его, так сказать, конек. Соперировать там надо было быстро, точно. И по словам тех хирургов, которые при этом присутствовали, они действительно оставались изумленными скоростью, техникой и тем, как он оперировал с минимальной кровопотерей. Из 11 тысяч больных он лично прооперировал более 8 тысяч с превосходным результатом. По правилам тех лет, если у больного находили язву желудка, то лучше было ее удалить. Никто не догадывался, или мало кто догадывался, что у этой язвы другой патогенез, другие основания для развития, и что ее можно залечить терапевтически. А в то время неотложное оперативное хирургическое вмешательство было единственной возможностью спасти пациента. До недавнего времени хирурги всего мира использовали исключительно метод Юдина, описанный им в монографии. Фундаментальный научный труд, основанный на личном опыте, применяется в хирургии вплоть до наших дней. Хирургическое творчество непременно складывается из двух различных элементов. Искусство рукодействия и научного мышления. Сергей Юдин. Иногда он даже просил окружающих засечь время и удалял желудок с такой скоростью, с какой никто не мог этого делать. Ни в то время, ни теперь. Однако называть это рекордом не совсем правильно. Скорость Юдина была вынужденной. Анестезия этих лет была несовершенной. Многие больные не перенесли подлительные операции. Люди, которые видели, как он оперирует, хирурги сами высокого класса, они говорили, что секрет весь в том, что он хорошо знал анатомию. И там, где можно, он делал быстро. Но там, где возникал, предположим, какой-то близкий контакт с каким-то сосудом, с артерией, он делал тщательно. Это ведь не спорт и не слалом, что быстрее. Никаких рекордов там не может быть. То есть он не был швейной машиной. А он был думающим врачом, который для лечения использовал хирургический метод. Справедливо надеяться, что грядущие успехи хирургии будут еще ярче и значительнее. Они должны превзойти прежние достижения. Сергей Юдин. В 20-е годы прошлого века термические и химические ожоги пищевода были частыми случаями в быту. И, конечно, чаще всего страдали дети. Интересная бутылочка оказывалась с уксусной эссенцией. 70-процентная отрава свободно продавалась в любом продмаге и была куплена мамой для консервирования. В итоге ожог пищевода – одна из самых опасных травм, вплоть до летального исхода. И он им создавал искусственный пищевод. Искусственный – это понятие такое, ну, вольное. Он искусственный, но сделанный из аутотканей, из собственных тканей. Можно сказать, что Сергей Сергеевич явился одним из родоначальников создания пищевода из тонкой кишки. Многое изменилось в медицине с тех пор. Появились современные методы диагностики и лечения, техническое оснащение. Анестезиология шагнула очень далеко. Словом, произошло то, о чем хирург Юдин мог только мечтать. В медицине каждое крупное научное открытие неизбежно меняет установившиеся взгляды не только на самый предмет такого открытия, но и на многие взгляды и понятия. Сергей Юдин. 23 марта 1930 года 30-летний московский инженер решил покончить с собой. Он лег в теплую ванну и вскрыл себе вены. В институт Склифосовского самоубийца поступил почти без признаков жизни. Юдин уже 18 месяцев дожидался такого безнадежного пациента, чтобы испытать на нем то, чего в мире никто никогда не делал. С древнейших времен, лекари полагали, что органы и кровь умерших ни на что не пригодны. В них образуются страшные трупные яды. Революция отменила прежние порядки. Но и в Советском уголовном кодексе обязательно нашлась бы статья, которая карает за надругательство над телами умерших. И Юдин это знал. Но также он знал об опытах советского хирурга Шамова, который переливал обескровленным собакам кровь их погибших собратьев. На одном из медицинских собраний Юдин спросил Шамова, «Отчего бы ему не проделать то же самое на людях и не войти в историю медицины». Шамов ответил, что подобные эксперименты в СССР непременно ведут в тюрьму. Юдин к тому времени уже был известный в стране личностью. Он подумал, что неудача должна сойти ему с рук. Отыскав в Уголовном кодексе РСФСР 157-ю статью, наказывающую врача за отказ от оказания помощи, он решил, если прижмут, сошлюсь на нее. Итак, есть обескровленный пациент, а в морге с Клиффа множество трупов неустановленных лиц. Ни сам Юдин, ни его помощники вряд ли могли учитывать в те годы, что переливание крови неизвестного, так сказать, умершего донора может быть чревато какими-то осложнениями. Ну, например, в этой крови могли находиться вирусы, которых никто не подозревал. Никто в Москве не делал анализ на реакцию Вассермана быстрее, чем за 4 часа. Пациент столько ждать не может. Выбрав тело недавно умершего поприличнее, Юдин решил провести переливание его посмертной или кадаверной крови. На свой страх и риск. Ассистентам сказал, пусть лучше он умрет от сифилиса, чем от кровопотеря. После 200 мл пациент порозовел. Стал дышать спокойнее и глубже, а к концу переливания к нему вернулось сознание. Неудавшийся самоубийца открыл глаза и с удивлением рассматривал стоящего над ним человека в очках и маске. Через неделю пациент уже чувствовал себя нормально. Вскоре его признали здоровым и выписали. Об эксперименте написали все газеты. И хотя победителей нигде не судят, в СССР это правило не работало. Вопросы от прокуратуры к Юдину все же возникли. Помогло сообщество хирургов страны, признавшее опыты научно обоснованными. А военные медики вообще приняли открытие Юдина на ура. Кровь от донора, во-первых, стоила довольно дорого. А государство всегда стремилось экономить. Во-вторых, крови от доноров при каких-то массовых катастрофах могло не хватить. А тут началась еще война. И вот во время войны Юдин возил с собой, когда он выезжал на фронт со своей бригадой, то он возил с собой литры самой трупной крови или ее производных. Эта кровь спасла жизнь неизвестному числу раненых во время войны. В институте Склифосовского была создана целая система выкачивания кадаверной крови. Налажена система ее консервирования и хранения. В итоге Сергей Сергеевич разработал целую методику, как использовать кровь мертвых, чтобы помочь живым. Никакая гениальная идея не может зародиться у профана, невежественного человека или случайного дилетанта Сергей Юдин. Отец российской хирургии Пирогов на Кавказской войне впервые загипсовал раздробленную пулей ногу и получил поразительный эффект. Потом об этом надолго забыли. Во время Великой Отечественной Сергей Юдин возродил метод Пирогова. Он соединил три важнейших элемента, которых раньше не было. Радикальную хирургическую обработку, сульфамиды и глухую гипсовую повязку. Также он сконструировал складной операционный стол для обработки костных повреждений, который стал незаменимым в пылевых условиях. Это документальные кадры 41-го года. Юдин применяет собственный метод, который легко освоить в медсанбатах и госпиталях. Трудно поверить, что у этого способа лечения нашлись противники. Один из заместителей главного хирурга Советской Армии, Владимир Семенович Левит, был не только талантливым, но и думающим хирургом. С его точки зрения, методика, которую разработал Юдин, была, ну, не совсем правомерной. Во всяком случае, Левит ее регулярно критиковал и в устных выступлениях, и в печати. Полагаю, что она приносит далеко не всегда пользу, а довольно часто и вред больному. К счастью, у метода были друзья и сторонники. Борис Александрович Петров, коллега и ученик. С ним Юдин много лет проработал в Склифе. С первых дней войны Петров был назначен главным хирургом Черноморского флота. Он не только отстаивал гипсовую повязку, но и был ее соавтором. Сергей Сергеевич предложил этот метод Петрову, как тему его докторской диссертации. И во всем помогал при защите. Под обстрелами и бомбежками Юдин переезжает с одного фронта на другой. Накладывает сотни гипсовых повязок и учит коллег. Борис Петров делает то же самое в лазаретах Симферополя, Ялты и Керчи. Оставим в стороне вопрос, кому принадлежит приоритет. Пирогову или Юдину с Петровым. Главное, что преимущества гипсовой повязки были очевидны. Когда эту повязку использовали и применили, то поняли, что это абсолютно эффективный метод, который не дает как раз распространению инфекции. Во-вторых, когда они травмируются, это раненая нога, очень быстро происходит консолидация, переломы и так далее. То есть больные очень быстро возвращаются в строй без каких-либо видимых осложнений. За границей метод бесподкладочной гипсовой повязки до сих пор называют русским. За пять выдающихся изобретений и инноваций Сергей Сергеевич Юдин навсегда вошел в историю отечественной и мировой хирургии. Практически все советские хирурги 40-х и 50-х годов считали себя его учениками. Стремились копировать не только его манеру оперировать, но и образ его жизни. А жизнь его была интересна и разнообразна. Непродолжительный отдых он посвящал литературе, искусству. Был страстным охотником. Обладал абсолютным слухом. Играл на скрипке. Умел читать партитуры. Особенно любил шестую симфонию Чайковского. Сам неплохо рисовал и прекрасно разбирался в живописи. Его друзьями были скульптор Мухина, художники Корин, Герасимов, Локтионов. Друзья Кукрыниксы изображали Юдина в свойственной им манере. Очарованной чудодейственными гипнотическими руками, знаменитый Михаил Нестеров писал Юдина дважды. Здесь Сергей Сергеевич изображен на сеансе спинно-мозговой анестезии, что тоже было его коньком. Ингаляционный наркоз был малодоступен, просто не было соответствующих препаратов. А спинно-мозговая анестезия была абсолютно доступна, нужны были только хорошие руки. Руки у него были. Руками он владел чрезвычайно хорошо. Иногда мне казалось, что он даже думает руками. А еще Юдин был страстным автолюбителем. Своя машина у него появилась в 1945 году. В Вене Юдина срочно вызвали к больному, командующему войсками маршалу Коневу. Оперировать маршала, любимца самого Сталина, не решался никто из генералов от медицины. И тогда заместитель главного хирурга Красной Армии, не генерал, а всего лишь полковник Юдин, спас полководца и получил гонорар, шикарный трофейный биорик. Он мог избрать любую профессию, но выбрал ремесло и искусство доктора. Сергей Юдин родился в Москве в 1891 году в достаточно богатой и известной семье. Мальчики в семье Юдиных столярничали, выпиливали, выжигали, рисовали. Сергей среди детей был лучшим художником, хорошо знал живопись, прекрасно вышивал, играл на скрипке и гитаре. Он уже тогда развил необычную подвижность пальцев. После гимназии Сергей Юдин поступил на физико-математический факультет Московского университета. Впрочем, всегда преуспевающий молодой студент учился весьма посредственно. И уже через год по велению сердца перевелся на медицинский факультет, где его успеваемость быстро пошла вверх. В начале Первой мировой войны Юдин бросает учебу и уходит в армию с неблагозвучной медицинской должностью, зауряд врач. Диплом получает в разгаре войны. После ранения в 1917 году его отзывают с фронта, чтобы он сдал экзамены и мог именоваться доктором. Вскоре Юдин становится врачом Никольской больницы. Отдельные ее корпуса до сих пор стоят на Ленинградском шоссе. Тогда это была известная земская больница. Хирургический опыт он приобрел там колоссальный. Да и не только хирургический, просто врачебный. В 1925 году Юдин выпускает свою первую монографию о спинно-мозговой анестезии, которую признают лучшей книгой по медицине в СССР. Он получает большую денежную премию, которую тратит на путешествия. Не в горы на охоту, которую он любил, а на поездку в США на целых шесть месяцев. Американская хирургия производит на Юдина неизгладимое впечатление своей организацией, техническим оснащением и блестящей оперативной техникой. Очень много времени он провел в клинике братьев Мойо и довольно много времени провел в клинике знаменитого Кушинга. У каждого из этих докторов Юдин пытался воспринять что-то из хирургической техники, из методики подготовки больного к операции, из методики самой операции, из каких-то хирургических приемов. Именно эта поездка, по-видимому, завершила его хирургическое образование. Юдин не только смотрит, но и оперирует. Восхищенные его талантом владельцы клиник уговаривают его остаться на любых условиях, но Юдин отвечает, что любит родину. За операции, выполненные в США, заплатили, и немало. На эти средства он закупает инструменты и аппаратуру для своей фабричной больницы. 37-летний хирург становится известным в медицинском сообществе. И когда в 1928 году освободилось место главного хирурга в институте Склифосовского, Юдина приглашают занять эту должность. 20 лет до 1948 года он бессменный главный хирург знаменитой больницы, которая превратилась во всесоюзный центр по изучению острых заболеваний и неотложной хирургической помощи. Жил прямо в институте, в доме лекаря, построенном во времена графа Шереметьева, а его рабочий кабинет был на втором этаже. Этот дом помнят постоянно приезжающих в гости к Юдину хирургов, художников, композиторов, режиссеров, военных и политиков. Дружить с Юдиным было не только полезно, но и престижно. Он любил драматическое искусство, но чаще всего бывал в Большом театре, потому что музыку всегда любил больше. В тот вечер, 22 декабря 1948 года, Юдин тоже был в Большом. Возвратился поздно, а после полуночи раздался телефонный звонок. Министр здравоохранения СССР Смирнов просил о срочной консультации какой-то важной персоны. Хирург вышел на улицу, сел в присланный за ним автомобиль, который доставил его совсем не к больному, а на Лубянку, во внутреннюю тюрьму МГБ. Доносы, доносы, да. Написали, что он американский шпион. Ну какие были основания для этого? Веские основания. Трижды посетил Соединенные Штаты до войны. Ну это ладно. Еще один был эпизод. В 45-м году в Потсдане, вот знаменитая была конференция, там были наши Сан Саныч Вишневский, значит, Арсен Николаевич Бакулев, Сергей Сергеевич Юдин, ну ведущие хирурги СССР. И там же были хирурги союзных армии, американские хирурги. А так как он бывал в Америке, они знакомы. Стали говорить, как он живет, поживает. Он пожаловал, сказал, что, понимаете, детей очень много. Сжигают себе пищевод. Я готов их соперировать, но я не могу их выходить, поскольку, ну, после войны голод был, и вообще с питанием-то плохо. Ну, американцы, богатые ребята, они тут же снарядили ему, говорят, два вагона, говорят, просто очень много, ну, неизвестно сколько, шоколада, ну, шоколада, армейского шоколада. И направили на Москву пищеблок, периодически получал шоколад, и кормил этим шоколадом вот этих ребят. И они, конечно, выхаживали. Вопрос. А с какой стать это, друг, два вагона шоколада? Понятное дело, за шпионскую работу. В Уголовном кодексе РСФСР по пресловутой 58-й статье полагалась высшая мера наказания – расстрел. Юдину инкриминировали связь не только с Америкой, но и с Британией. За него взялся один из самых страшных следователей, полковник Комаров, замначальника следственной части МГБ. Он славился тем, что мог из кого угодно выбить любые показания. Допросы продолжались около трех месяцев. У Юдина буквально сразу после ареста начались приступы стенокардии. Причем приступы подлинные, не наигранные. Поступил рапорт начальника санчасти и наступило послабление. Ему разрешили приобретать продукты в тюремном ларьке. И произошло что-то очень странное. Юдину предоставили отдельную камеру. Он получил относительно свободный режим. И в конце концов ему доставили в камеру пишущую машинку. И он начал писать. А разбор драматических происшествий в результате роковых ошибок это единственно правильное поведение медика. Сергей Юдин. А за стенами Лубянки жизнь продолжалась, словно ничего не произошло. Прежде о Юдине часто писали все газеты. Сейчас откликнулась только одна. В московской правде написано вчера в институте Склифосовского состоялось собрание, общее собрание сотрудников института, которые заколемили позором подлого шпиона СС Юдина и заверили партии и правительство, что в предденье таких людей к себе в коллектив не пустят. В институте произошли изменения и кадровые перестановки. Институт возглавил как раз один из ближайших его учеников. В последующем ему было присвоено звание академика, это Петров, уникальный хирург. Кто-то считает, что надо было ему отказаться, кто-то считает, что он неправильно сделал, что он согласился возглавить этот институт. В ординаторских шептались «Чей донос? Кто настучал?» Мнения расходились, приводились аргументы, например, такие. Помните, в 1943 году Петров защищал докторскую? В диссертационной речи он благодарил только свою жену, совершенно забыв упомянуть профессора Юдина, своего научного руководителя. Не было ли это увертерой? Но прямых улик предательства ученика не было и нет. Компетентные органы не оставили в деле никаких письменных свидетельств. Юдин начал печатать на машинке труды по медицине. Описал всю технику и перспективы переливания трупной крови, все секреты технологии. А попутно ему разрешили писать свои воспоминания. Должен сказать, что когда я впервые получил этот рассказ в свои руки, пришел к выводу, что это необходимо публиковать. Чем я в итоге занялся? Книга увидела свет только в 2012 году. А за 64 года до этого для Юдина литературный труд был единственным спасением от тюремного одиночества. Он писал 26 месяцев. И вдруг происходит невероятное. Впрочем, совсем уж невероятным назвать это было нельзя. С 1946 года пост министра госбезопасности занимал Виктор Абакумов. Он лично курировал заключение Юдина и много раз его допрашивал. В июле 1951 года Абакумова арестовали. Абакумова взяли под стражу, а Рюмина назначили начальником следственной части МГБ. Вот тогда-то Рюмин затеял так называемое дело врачей. Нашумевшее уголовное дело против известных врачей, которых обвиняли в заговоре против высокопоставленных лиц ЦК КПСС и убийстве видных членов партии. Рюмина удалось поменять расстрельную статью на более мягкую. Второе, что сделал Рюмин, отдал распоряжение, чтобы Юдину обеспечили такое питание, которое во внутренней тюрьме никто никогда не получал. Вопрос, почему Рюмин все это делал? Наиболее вероятно, что Рюмин собирался использовать Юдина в качестве свидетеля обвинения на предстоящем процессе по делу врачей. Но процесс не состоялся, и произошло то, на что Юдин уже перестал надеяться. Его вдруг выпустили из тюрьмы, не реабилитировали, нет, а отправили в ссылку, в заштатную сибирскую больницу, где академику, заслуженному деятелю науки, орденоносцу и лауреату сталинской премии разрешили работать простым ординатором. Его сразу депортировали в Бердск, в Новосибирскую область, где он провел достаточно долгое время. Правда, там последние годы ему разрешили оперировать, работать в Новосибирской больнице, и это, наверное, спасло его, в общем, как человека, как личность, как хирурга, потому что это настолько был деятельный человек, что сложно себе было представить, как бы он без дела мог вообще сидеть и находиться. Тем временем в институте Склифосовского уже почти никто не работал из превосходной команды врачей и сестер, собранной Юдином. Происходили и другие события, в которых главным действующим лицом был главврач Петров. Петров попытался присвоить себе лежавшие в наборе книги Юдина. Сохранились даже гранки этих рукописей с правкой Петрова. Он вычеркнул фамилию Юдина с титульного листа, он изменил содержание. Однако по этому поводу есть и другие мнения. Юдин написал книгу, посвященную хирургии пищевода. В принципе, он не один книгу писал, он писал книгу на основе труда всего хирургов института. Сначала было предложение опубликовать эту книгу под фамилией Петрова. Он отказался это делать. Эта книга была опубликована, но не как книга, а как труды института за определенный период времени. Многие за это упрекают Петрова, зачем он это сделал. Но с другой стороны, вы понимаете, это уникальный действительно труд, который должен быть вовремя донесен до научного медицинского сообщества, внедрен, потому что все данные устаревают, медицинские в том числе. Но Юдин был обижен, чрезвычайно обижен. 5 марта 1953 года умер Сталин. Сразу выяснилось, что врачи вовсе не вредители. Зато следователи МГБ во главе с Лаврентием Берия оказались врагами народа. В Новосибирск позвонил новый замминистра внутренних дел с указанием об освобождении профессора. 8 июля 1953 года Юдин прилетел в Москву, а 29 июля решением особого совещания академик был полностью реабилитирован. В общей сложности в тюрьме и ссылке он провел 1655 дней, 4,5 года. Казалось бы, за милость нужно бесконечно благодарить партию правительства, но Юдин потребовал немедленного восстановления справедливости. Мы предложили быть научным консультантом, одним из руководителей отдела. Он сказал, что нет, я хочу именно на прежнюю свою должность, я хочу полной реабилитации. Наверное, он имел на это, конечно, полное право, и его действительно в итоге восстановили абсолютно на ту должность, с которой он был увезен в ссылку. Но восстанавливать хирургическую Мекку было непросто. Он никого не уволил. А Петрову просто перевели из поста главного хирурга на пост заведующего одним из хирургических отделений, что для его самолюбия было достаточно неприятным уколом. И по рассказам всех, кто работал тогда, все последующие месяцы жизни Юдина в институте были, по сути, отравлены. Вот этой нараставшей неприязнью к нему профессора Петрова. Жил и работал Юдин наизнос. Как выразился кто-то из его окружения, он сжег свечу с обеих сторон. Кроме многочисленных операций и преподавания, он еще находил время для храма Троицы живоначальной, некогда действовавшего на территории Шереметьевской больницы. Во время борьбы с религии все росписи были наглухо покрыты побелкой. По утрам Юдин взбирался на насоченные леса и своими необыкновенными руками отмывал побелку потолочного плафона, из-под которой появлялись фрески итальянца Доминика Скотти. Сергей Сергеевич был убежден, что все гениальные творения должны быть достоянием человечества. Это же относится и к врачебной деятельности. Выступая перед студентами или коллегами, Юдин часто говорил об этом. В июне 1954 года в Киеве на съезде хирургов он поделился своими мыслями о перспективах развития хирургии в стране. За кулисами Сергей Сергеевич вдруг почувствовал боль в груди. Перед отлетом сказал организаторам, что очень хотел бы посмотреть фреску в Робеля с крежет-зубовной. Правда, где она находится он не знает. Кто-то из организаторов заметил, что ее можно поискать в старинной психиатрической больнице, где последние дни провел в Робель. Сергей Юдин тут же поехал с коллегами в эту больницу. И вот она, желанная фреска в Робеля с крежет-зубовной. В полете боли в груди усилились настолько, что экипаж вынужден был снизить высоту. Но в Москву Юдин прилетел бодрый, от госпитализации отказался. Сказал, что отправится домой, отдохнет и пойдет смотреть больных. Через несколько часов Юдина нашли мертвым в его кабинете. Инфаркт миокарда. У тех, кто близко знал великого хирурга, было мнение, что инфаркт был вызван переживаниями после встречи с Петровым. По рассказам, в Киеве его очень обидел Петров. Обида, которую нанес ему Петров, судя по воспоминаниям Аносова, по-видимому, сыграло, так сказать, роль последнего толчка. Он перенес первый инфаркт в 41-м году, когда беспрерывно оперировал раненых под бомбежками. У него был повторный инфаркт, отчего он и скончался. Мемориальные доски на здании института и на доме Юдина выполнены одним и тем же скульптором Михаилом Олениным. Когда Олениц сделал бюст на Новодевичьем кладбище, там сделан такой лавровый венок в центре этого венка, бюст Юдина практически. И вот оба локтя они практически выходят за границы этого лаврового венка. Может быть, как-то это не очень красиво. Его спросили, а почему локти выходят, вываливают за рамки вот этого у лаврового венка. Вот Оленин сразу же ответил, что Юдин настолько неординарный человек, что он не вписывается ни в какие рамки. И это действительно правильно, это про него. Ходил по кладбищу я снова, бродил скорбя среди могил. Одним сказал, зачем ты умер? Других спросил, зачем ты жил? Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok